Урок 3. Прием и выгрузка груза Теория. Прием-выгрузка – основные грузовые операции на судне. Балластные операции с точки зрения осточивости попадают в эту категорию, как и пополнение расход судовых запасов – топливо, пресная вода, провизия и т.д. Во время грузовых операций аппликата центра тяжести – точка G и центра величины – точка B постоянно меняются, иногда стремительно, поэтому знать особенности тем более опасно и необходимо. В этом разделе будет рассмотрен наихудший вариант погрузоразгрузочных работ для судовой остойчивости, т.е. работа собственными кранами. Особенно опасен первый момент – отрыв груза, когда центр тяжести оного груза смечается на приличную высоту – ног стрелы, что вызывает существенное уменьшение медцентрической высоты – GM. Так как аппликата центра тяжести судна – KG – в момент отрыва также подскакивает и уменьшает GM. Это надо помнить, а предварительный расчет перед подъемом тяжеловеса обязателен. У вас может получиться недостаточная медцентрическая высота или даже отрицательное ее значение, и при отрыве груза вы завалите судно. Повредите и судно, и причал. Второй этап. Перевал подъема с берега или судна пройдет как по нотам, если судно достаточно остойчиво. Поэтому все внимание я заостряю на первом этапе – на отрыве. По методу расчета изменение остойчивости рассчитывают двумя способами. Первый. При грузовых операциях с грузом менее 10% D – водоизмещение. Рассчитывается по формуле с текущими данными. Это тема текущего урока. И второй вариант. При грузовых операциях с грузом Пи более 10% водоизмещения. Здесь данные снимаются с кривых элементов теоретического чертежа. То есть груз признается супертяжеловесом. Этот урок впереди. Можно ли считать это определение Пи более 10% D за определение тяжеловеса? Скорее это супертяжеловес. Например, для судна водоизмещением 5000 тонн груз в 500 тонн – это как раз 10%. Очень большая нагрузка. Тем более за один подъем. С которой судно не сможет справиться своими грузовыми средствами. Даже если поделить 500 на 5 кранов по 100 тонн на каждый кран. То есть надо вызывать плав-кран. Да и то не всякие. Или соответствующее береговое, что для судовой устойчивости будет не критично, так как исключена наиболее опасная работа своими судовыми кранами. Что такое тяжеловес и как с ним работать? Тема отдельного урока, который впереди. Пока достаточно знать, что изменение остойчивости при работе с грузом более 10% водоизмещения считается особым способом. То есть данные снимаются с кривых элементов теоретического чертежа. 3.1. Выгрузка груза. На прошлом уроке рассматривалось вертикальное перемещение груза, где вес груза Пи входил в водоизмещение судна – Ди. Потерю устойчивости Дельта-Эйч при выгрузке своей стрелой краном считают только для первого этапа – отрыв груза, как наиболее опасного момента по формуле 3.1. Примечание. Формула 3.1 применима для выгрузки, то есть груз Пи – часть водоизмещения Ди. Было рассчитано, что при отрыве 15 тонн груза от настила второго дна на высоту НОКа ЛЗ равная 21,5 метр медцентрическая высота теряет 8 сантиметров. Нетрудно посчитать наихудший случай, когда 4 судовых крана одновременно отрывают от настила второго дна каждый по 15 тонн, то есть 60 тонн в сумме. Формула 3.2. Где Пи – суммарная грузоподъемность в тоннах, Н – количество судовых кранах в работе, и СВЛ – это грузоподъемность крана, безопасная, в тоннах. Суммарную нагрузку в 60 тонн можно рассматривать как отрыв тяжеловеса, тогда уменьшение медцентрической высоты ΔH будет минус 0,32 метра, то есть 32 сантиметра. Что можно рассчитать еще проще. 4 помножить на 8. 8 сантиметров потеря на одном кране, 4 крана в работе, равно 32 сантиметра. Чтобы обеспечить минимально требуемую медцентрическую высоту в 0,15 метров, она у нас должна быть априори, всегда, надо обеспечить ее на начало операции 0,15 плюс 0,32 – 0,47 метров, 47 сантиметров. Такая медцентрическая высота H нулевая необходима на начало выгрузки, чтобы судно нормально справилось с кренующим моментом, возникающим при перевале груза на берег. Опять же, наихудший вариант – краны работают синхронно. Это маловероятно, но мы считаем себя ближе к опасности. Только тогда, когда подъемы коснутся причала и слинги ослабнут, судно вернет себе потерянной при отрыве 32 сантиметра медцентрической высоты. Почти вернет. Что произойдет в итоге этой операции? Обычный алгоритм разгрузки сверху вниз, поэтому важно, откуда производится разгрузка. Если с твиндеков или крышек трюмов, то вы, скорее всего, становитесь более остойчивы. Если же с трюма, то вы, скорее всего, потеряете часть остойчивости. Все будет зависеть от того, поднимается или опускается центр тяжести судна в итоге. Надо не забывать, что центр величины тоже уменьшит свою аппликату, так как судно чуть всплывет, потеряв из своего водоизмещения 60 тонн, вес выгруженного груза. Если грузоподъемность судовых кранов 25 тонн, их в работе 4 штуки, суммарный одновременный подъем 100 тонн, легко просчитать GM на начало операции. По формуле 3.1 у меня выходит потеря ΔH минус 0,55 метров, 0,55 плюс 0,15 равно 0,7 метров, 70 сантиметров. Вывод. Первое. Зная заранее, какая выгрузка вас ожидает, то есть максимальный вес подъема, какими кранами, своими, береговыми, надо иметь соответствующий запас остойчивости. При суммарном отрыве GM должна быть всегда более 0,15 метров. А считая себя ближе к опасности, то и 0,3. Значит, GM должен быть около 0,7-1 метра на начало выгрузки. И это позволит не волноваться за разгрузку, если в работе 4 судовых крана с SVL 25 метрических тонн. Два. Придерживайтесь нормального алгоритма разгрузки. Сверху вниз. Сначала крышки, твиндеки, затем трюма. Во время выгрузки необходимо постоянно мониторить свою остойчивость. И вовремя принять балласт в донной танке, когда судно будет близко к порожнему состоянию. 3.2. Прием груза. Погрузка будет производиться своими кранами, ибо погрузка береговыми... ... ... ... ... ...